Техногенная катастрофа сплотила тогда еще огромную советскую страну, почти как во времена Великой Отечественной. Разве что радиация враг невидимы. Ударные дозы облучения получали те, кто первым вышел на огневой рубеж. Кроме военнообязанных были те, кто не давал присягу. Ликвидаторы политических последствий, культурно-десант. Те, кто пресекал панику хотя бы одним своим присутствием. Уже летом 86-го в 30-километровой зоне регулярно проходили концерты. Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Песняры. Еще одна грань чернобыльской истории. О гастролях с риском для жизни. Репортаж Нина Можейко. Гастроли с осадком. Участник золотого состава «Веопесняры» Владислав Месевич вспоминает эту поездку с волнением. Полные стадионы, люди в форме и в атномарливых повязках. Редкая фотохроника с выступления в Хойниках. Это было в мае 86-го, в первые недели после катастрофы. Черно-белые кадры сделал фотограф, который провел собственное расследование. Все на догадках, все на каких-то недомолках, все там на полусловах. Сами вытягивали информацию. А взять ее, все-таки у нас тогда привычка была верить газетам, телевидения, радио. Все молчалось. Мулевин отреагировал одним из первых. Не поехать коллектив просто не мог. Час и 40 минут под палящими лучами солнца. Гражданский долг, как бы пафосно не прозвучало. Дали нам солдатика с щетчиком. И вот мы останавливались, пока ехали. Там не так далеко, но тем не менее останавливались, жарко. Говорят, ребята, только не выходите дальше обочины. А тут поля колосятся, всякие пшеницы и рожь. И он так, раз туда, как этот, заверещит. Но чем больше уровень, тем он там трещит, сумасшедший. Говорят, вот там, если лечь, то полежать немножко, то там лучевая болезнь, номер такой-то. За активное участие в культурном обслуживании трудящихся районов зоны ЧАЭС. Почетная грамота из личного архива композитора Валерия Головко. Никаких бонусов за выступление, конечно, не было. Но эти гастроли, без преувеличения, можно назвать самыми важными в творческой карьере. Писнеры в то время были лучшим коллективом в Советском Союзе. И если приезжают коллективы такого уровня, и они дают концерты, не будучи ничем защищены, то это, конечно, вносит в первую очередь успокоение. Не допускает, ну, скажем, слухов каких-то паникерских и так далее, и так далее. То есть я считаю, что это очень нужно было. Это мое мнение. Артисты со всего Союза балансировали среди лепестков радиоактивной ромашки. Так упрощали схему пораженной зоны. 30-ти километровый рубеж переступали и белорусские артисты. Труппа музыкального театра, а в 86-м Государственного театра мускомедии уже в июне была в Киеве. Престижные гастроли, о которых мечтали до катастрофы, в один миг оказались незавидными. Когда поезд наш утром пришел на вокзал киевский, нас поразило, что сами киевляне, ну, просто убегали из города. Они штурмовали поезда. Там такое скопление на вокзале, они все старались уехать. Через некоторое время мы попали с концертами в саму Припять. Мы дали один концерт в зале, но он был настолько переполнен, что второй концерт мы составили в несколько машин и на улице. Народу было очень много. Вот эта фотография сделана в уже эвакуированной Припяти. Самом молодом городе Советского Союза. Средний возраст жителей 26 лет. Но кроме ликвидаторов, последствий взрыва, здесь никого не найти. И, конечно, то, что там мы увидели, эти пустые дома, эти открытые двери, эти бегали собаки облезшие, курицы бегали, нас это очень поразило. Даже на черно-белых фото выделяются солисты, без всяких средств защиты. Инструктаж, конечно, проводили. Не есть, не пить, цветов не брать, одежду по возвращении сжечь. Но не в правилах артиста выступать в одномарливых повязках. Апельсины и Пугачёву. Такой незамысловатый райдер у ликвидаторов взрыва в Чернобыле. Бойцы необъявленной войны, конечно, творили чудеса, часто ценой своих жизней. Но даже герои, всё же люди. Помимо ударных доз облучения, в качестве компенсации, концерт Примадонны советской эстрады в подарочном наборе. Свои три часа облучения славы Алла Борисовна провела в посёлке Зелёный мыс. Этот концерт 8 сентября снимало украинское телевидение. Пугачёва в своём репертуаре шутит и приглашает мужчин на танцы. У меня есть, конечно, в эстрадуаре грустные песни, но мне их сегодня не очень-то хочется петь, потому что нам нельзя с вами грустить. Подбадривала не только Алла Борисовна. На видео 30-летней давности можно узнать и Бориса Моисеева, тогда ещё в составе «Триоэкспрессия» и Владимира Кузьмина. Сама же Пугачёва признается позже. Эта поездка не прошла бесследно ни для зрителей, ни для неё. Эндокринная система и изменения с голосом следствия чернобыльских гастролей. Служу Советскому Союзу! В главном эфире Нина Можейко, Николай Рузавин, Виктор Борисов и Анатолий Долотовский.